ЧЕРНОБЫЛЬ Трагедия и вечная боль. Теперь потребуется труд не одного поколения, чтобы вернуть сюда жизнь. А пока, пока эта дорога ведет в никуда. Так трагически сегодня отозвалось открытие, сделанное почти сто лет назад. Парадокс великих открытий, изменивших физическую картину мира, в их мнимой случайности даже для самого ученого. Так было с немецким физиком Рентгеном, который изучал электрический разряд в вакуумной трубке, изучал явления зримые и броские, а в результате открыл невидимые загадочные лучи. Они были способны проходить через различные предметы, засвечивать, казалось бы, надежно защищенную фотопластинку. Но настоящим потрясением для ученого стало открытие, что даже живая материя не преграда для этих лучей. Какова их природа, мне совершенно не ясно, скажет ученый и назовет их икс-лучами. Существуют ли другие источники подобного излучения? Французский ученый Анри Беккерель предположил, что икс-лучи испускаются люминофорами под действием солнечного света. Он начинает опыты с одним из таких веществ — солью урана. Предварительно выдержав ее на Солнце, Беккерель кладет соль на фотопластинку, завернутую в свето-непроницаемую бумагу. После проявки пластинка оказывается засвеченной. Но вскоре ученый к своему удивлению обнаруживает, что соль и урана сохраняют ту же способность и без Солнца. Значит, не оно возбудитель загадочного излучения. Видимо, это происходит самопроизвольно и постоянно, решает Беккерель. Дальнейшие исследования показали, что поведение икс-лучей вообще не зависит от внешних факторов. Опыты в магнитном поле позволят ученым обнаружить, что лучи Беккереля по своему составу сложнее рентгеновских. Его компоненты назовут альфа, бета и гамма-лучи. И будет доказано, что альфа-лучи состоят из ионов гелия, бета-лучи — это поток электронов, а гамма-лучи — коротковолновое электромагнитное излучение. Но еще долго останется загадкой природы излучения, открытого Беккерелем, которому суждено было сделать этот первый шаг в физику 20 века. Решению этой загадки посвятили свою жизнь Мария и Пьер Кюри. Свои первые опыты они проводили в кладовке школы, где тогда работал Пьер. Два года напряженной работы, и вот лучи Беккереля обнаружены не только у урана, но и у тория. Я выдвинула гипотезу, что минералы с ураном и торием содержат ничтожную примесь иного, гораздо более активного вещества. Это должен быть новый химический элемент. Началась долгая, кропотливая работа. Тогда супруги Кюри даже в мечтах не могли представить себя те условия, в которых сейчас воспроизводятся их опыты. У нас не было самого необходимого. Помещение, денег, персонала. Работать пришлось в заброшенном сарае с земляным полом и стеклянной крышей, не защищавшей от дождя, вспоминала Мария Кюри. Это был изнурительный труд. К вечеру я валился от усталости. И вот успех. Открыт новый элемент. В честь Родины Марии они назвали его полонием. Но интуиция заставляет ученых продолжать поиск. Переработав 8 тонн руды, они выделяют дециграмм вещества, излучение которого в 2 миллиона раз интенсивнее, чем у урана. Супруги назвали его радией, излучающим. Так возникает термин радиоактивность. Мы не подали заявки на патент. Радией не должен никого обогатить. Это элемент. Он принадлежит всему миру, скажет Мария Кюри. Но уже в 1905 году Пьер Кюри предостережет. Радией в преступных руках может стать очень опасным. Достаточно ли созрело человечество, чтобы поставить себе на службу открытие законов природы? Через 40 лет этот вопрос встанет со всей астротой. Хиросима и Нагасаки страшный урок человечества. Уже полвека звучит над миром этот траурный набат. Но первой жертвой открытия обессмертившего имя Марии Кюри станет она сама. До сих пор хранят ее записные книжки следы радиоактивного излучения. Дважды лауреат Нобелевской премии Мария Кюри умрет от лучевой болезни. Но ее работы приблизят науку к решению тайны лучей Беккереля, заключенной, как считала она, в свойствах самих атомов. Еще один парадокс этой истории в том, что именно в консервативной Англии науке суждено будет расстаться с многовековым представлением о неделимости атома. Теперь я знаю, как выглядит атом, скажет Резерфорд в 1911 году. Его ученик Нильс Бор разовьет идею планетарного строения и создаст квантовую модель. Открытие учителя и ученика разрушит классическую теорию строения атома. Но природа радиоактивности все еще остается загадкой. Может, это связано с распадом атома? Это предположение Резерфорд и его коллега Содди высказали еще в начале века. Позже Резерфорд проводит опыт по облучению альфа-частицами азота, который в ходе этой первой ядерной реакции превращается в кислород. При этом ученые обнаруживают новую частицу — протон. Значит, ключ к разгадке тайны в ядре атома. Но науке понадобится еще не один год, чтобы приблизиться к созданию протонно-нейтронной модели ядра и объяснить, наконец, природу лучей Беккериэля. Оказывается, атомные ядра радиоактивных веществ способны к самопроизвольному распаду. При этом взамен первоначального ядра образуются более легкие ядра. Разность масс материнского и дочернего ядер обеспечивает громадный выход энергии. В 1939 году Нильс Бор создаст теорию деления атомного ядра. А через год советские ученые Флеров и Петржак подтвердят ее экспериментально. Так начиналось освоение новой физики. Физики, изменившей жизнь всего человечества. История освобождения атомной энергии обязывает тех, кто идет следом за первооткрывателями, думать о будущем нашей цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok